столько времени нужно чтобы найти хорошее место ой ой так что не думайте кто путешествует это одно удовольствие и так легко да уже знаете от нервов и от стресса уже хотим это обратно ехать правда нам не на что еще пока что возможно мы здесь останемся нас и не зовет и сакуле опасно по такой дороге ездить будь не близки недалекий удивительный и пока я готовлю детки тут утепляют бивают колышки потому что этой ночью мы замерзли но кому что кому пиво кому молоко 8 значит молоко берем пиво не берем повороты такие резкие входили сейчас снимем небольшой обзор юрты посуду и так далее то есть тоже еще пол пол минут головы было а у нас буря сегодня воскресенье а вот у нас тут сосиска в тесте привет ребята девчули всем привет это новый выпуск на из и кули на канале любимая тачка и мы поехали уезжаем с этого пляжа сейчас встретили каргызов они посоветовали на другое место более почище поспокойнее сейчас едем за ними столько времени нужно чтобы найти хорошее место ой-ой-ой так что не думайте кто путешествует это одно удовольствие и так легко да уже знаете а от нервов и от стресса уже хотим это обратно ехать правда нам не на что еще пока что возможно же здесь останемся а главное не отстать он сказал в конце города есть село и там уже водичка но на улице правда очень холодно но на улице едем в село кирпыгты здесь говорят хорошее место но мы и путешественники сейчас направляемся в те огонечки там юрты сейчас приедем и я вам покажу так мужчины пошли смотреть место здесь целый городок из юрт светит луна люди вот так вот стоят юрты сдаются целый городок а кто хочет поплясать вот здесь вот здесь всем новое доброе утро мы остановились среди юрт на побережье из и гуля сейчас завтракаем что у нас на завтрак нэсквик нэсквик да подогрели молочко сейчас вот с хлебушком позавтракаем там дальше уже будем готовить обед нэсквик кушают все даже взрослые вкусно вкусно там вдали туалет туалет платный там коробка с монетами в общем здесь тоже сдаются юрты все платное нам вчера тоже подошли сказали платите за место тут мужчина который вот рядом встал на защиту сказал что ничего не надо платить оставайтесь сколько хотите якобы здесь вот нужно платить за свет за воду сказали юрта нам не нужна свет у нас свой генератор вода ну если водой как бы поделитесь мы не против уже в другом месте набрали там на пляже тоже несколько баклажек там все спокойно все можно в общем надо выбирать хочешь один там вода немного грязноватая хочешь в коллективе тут в общем за все плати и лети а на том пляже который вчера я вам показывала там в принципе бесплатно ходи купайся хочешь юрту снимай хочешь там на парковке стой в общем сейчас мы тоже будем думать куда нам лучше что-то нигде нас не устраивает остановились немного за городом здесь вот целый поселок с юртами и сто метров до озера ночью конечно мы замерзли вчера была гроза с градом после грозы немножко прохладно вот здесь мы остановились Лия и Максимус пошли возле озера там с ракушками играть мы пока еще раскладываемся сейчас к озеру подойду поближе сейчас хотим поставить предбанник сюда здесь вот мини-магазинчики можно снять юрту вот с топчаном такие вот магазинчики и дальше вон сколько народу здесь вчера была дискотека вон сколько людей вот так вот люди купаются ветерок хороший но здесь все закаленные и дети маленькие купаются хотели встать вот где эти деревья но вчера нас попросили поставить где юрты вот эти потому что экология запрещает какой-то там надзор говорит приедет будут возмущаться что стоит машина скиф в общем 100 метров от озера должны стоять это частная собственность свой бизнес были там немного дальше там прям пляж но еще строится но там нам негде было поселиться но там красиво там зонтики но ветрено пока мы детей не купаем пока немного адаптация должна пройти да, Максимус бабуле привет передай меня не снимать почему? бабуле привет передай привет бабуля ну что, где ракушки? много? здесь очень много ракушек ага а у меня вода осталась а мы пойдем с тобой купаться нет, пока не пойдем купаться пока там даже этот голопопы и дети купаются здесь вода немного почище а где мы были прям вообще мутная мутная не ходи, не ходи да, вот солнышко да, вот солнышко давай для нас узбекских тепличных это немного прохладно ну я говорю то, что вчера гроза была поэтому ливень, град сейчас вот солнышко немного еще прогреется если после обеда еще хорошо светить будет то будем купаться а водичка теплая вчера мы трогали прям холодная была ну и вчера конечно гораздо холоднее было водичка теплая вот прям камушки видно вон там вот в мелководье в общем здесь место хорошее ну конечно много людей ну сейчас посмотрим как потом мы приехали нам что-то не очень-то понравилось но сейчас другого места мы найти не можем очень много вчера часов наверное пять мы ездили туда-сюда один житель с Киргизии нас тоже повел вот в это место, говорит, вам здесь будет наверное лучше поэтому пять часов мы искали место куда нам примаститься ну а мы собрались купаться пока на улице солнышко сейчас опять обещают грозу пока солнце мы идем да, пошли песок классный с ракушками с ракушками как на море что нашел? ну давай, да сейчас сюда сядем стульчик шлепки оставляй шлепки здесь оставляй полетел шлепки оставляй здесь идем сюда сюда, сюда вот здесь шлепки оставляй и все да пока решили остаться мы здесь вышло солнышко водичка теплая прозрачная и у нас поднялось настроение да? хоть немножко да, и мы теперь пока никуда не хотим мы так устали как эти каждый день раскладываться где-то искать место а сейчас прям хорошо вот так вот классно папа сейчас свалит и Сёба а вот у нас тут сосиска в тесте провалился креется вот так вот мы надуваем шезлонг а ты чё там? да давай обратно еще ли я один уже готовенький там сосисочка давай давай беги давай нет еще беги по ветру как раз в ту сторону в ту сторону беги в которой ты бежала? вот давай поехали вот молодец все закручивай вот и готово вот вышло солнышко сейчас мужики собрали каркас для не знаю предбанник коридор что это еще зал кухня в общем вторая часть палатки сейчас будем накидывать и стол стульчики будем ставить туда ну вот смотрите натянули какая красота солнышка нету так сейчас здесь вот закрепим еще правда мы ее не успели постирать вообще негде было абсолютно у нас дома нету места чтобы ее развесить но она вообще чистая только вот немного окрасилась вот в красный цвет то что она вот лежала а так она абсолютно новенькая ей даже не пользовались даже сеточка чистенькая новая веревочки чистенькие даже дырок нет вот здесь вот все открывается полностью вот так вот кверху вот за вот эти вот крепится и вообще красота можно сюда стол стуль да сейчас я этот выйду так вот сейчас я выхожу так а ребенка нет уже и вот так вот это выглядит таким вот домиком вот так вот вот отсюда здесь вот окошечки сейчас здесь да закрепим так а вот это как а это надо натягивать веревками да все и сейчас натянем тент чтобы вдруг если вот там вот тучки дождик будет и уже прям будет капитально хорошо а вон вовнутрь поставим душ палатку с туалетом чтобы туда вот ночью не бегать и будет очень удобно пока мы все натягивали нашу палатку какой самостоятельный а это вообще ужас ужас только вот его привела посадила на стул только отвернулись подержали а он уже здесь мочится он уже здесь мочится самостоятельный ну-ка давай туда одному нельзя сюда ходить ты понимаешь пошли носки намочил вот ему все равно вот ему абсолютно все равно жопа мокрая какой самостоятельный положи это чужое положи пошли переодеваться неужели у нас сегодня обед пока мы тут мучились все устанавливали обустраивались да внутри поставили душ палатку сейчас вот здесь все сложили в общем у нас бич пакет потому что некому было кушать готовить настрогали салатик а главное на Иссыкуле капелька алмалыкского пива вот такая маленькая капелька с кыргызским большим куртом всем приятного аппетита да? приятного аппетита если чувствую я в дверь стучится тоска собираю рюкзак лето в сердце поет манит нас и зовет Иссыкульский маяк путь не близкий, не далекий в удивительный край это будет в июле на Иссыкуле на Иссыкуле мы встретимся с тобой это будет в июле на Иссыкуле на Иссыкуле где ласковый прибой нас волною накрывать ну что мы все накупались там немного дальше включили дискотеку но нам пора готовить с ужин сейчас мы будем готовить макароны по-флотски конечно взяли вот такую вот заправочку там скорее всего фарш так лук порезали сейчас отварим макарошки конечно водичку давай открывай вот так все, все, хватит все сейчас закипит и отварим макарошки будем варить вот такие вот макарошечки немного помялись они у нас в сумке нормально закипает так быстро сейчас немного посолим очень быстро вот эта вот чашечка она очень тоненькая как раз для похода закрываем нашу палатку полностью открываем вот окошки на улице уже смеркает и сейчас будут иначе мошки и комарики залетать комары есть но они какие-то не кусачие но все равно сейчас у нас будет тут тепло и у нас тоже тепло нету пока да, да ну и вот наши обители как это хорошо а у нас пока а у нас пока есть телефон все развесили и тут у нас уже внутренняя часть вот так вот все закрыто только села солнышка и сразу стало прохладно смотрите там прям на костре готовят мы сейчас будем стенд сверху делать мало ли вдруг дождик здесь тоже готовят на костре а там вообще весело вот так вот укрываем тентом и такой получается у нас красивый домик так что-то там нашкодничал так водичка наша закипела сейчас будем бросать макарошки а у нас своя дискотека из девяностых только там ровно до одиннадцати в один сразу отключают музыку из девяностых ну что макарошки наши сварились отключаем и сейчас будем промывать сейчас это сначала промоем вот норма одну потеряли вот сейчас промоем сейчас будем обжаривать лучок такую бадью масло двухлитровую с собой взяли лучок я уже покрышила очень быстро готовится на этой печке моментально все закипает журчит ну что у нас здесь так что-то я вижу здесь даже морковочку ничего себе посмотрим как будет на вкус давайте прочитаем состав так сейчас отсвечивает говядина морковь масло растительное лук соль специи пока я готовлю детки тут утепляют вбивают колышки потому что этой ночью мы замерзли ужасно замерзли вот так вот сейчас сделали эту сторону от машины чехол взяли и вот так вот колышками то есть теперь если вдруг будет дождик нам будет тепло почти что юрта только российская потому что мы прямо на открытом месте и вокруг горы, горы, горы а горы там немножко вдалеке сейчас не видно они прям снежные холодные вот а мне уже скоро будет ужин готов а кто-то с колышками стоит вместо того чтобы моим помогать да? вот и тут работа кипит кто-то ролик стряпает кто-то сидит это что-то не видно вот так вот так вот видно ну скажи привет а у нас тут сколько комариков сидит правда с этой стороны вон их сколько прежде чем заходить вы этот стряхивайте их газ один кончился сейчас поменяли и продолжаем дальше каши варить добавила заправочку сейчас немного обжарится посолим, поперчим и добавим макарошки и будем ужинать ну все наши макарошки по-флотски готовы 20 минут и все очень быстро и надеюсь вкусно а у нас буря сегодня воскресенье мы накупались вовремя успели убежать с озера там раз стоим держим чтобы наш этот домик не сложился как у поросенка сейчас собираемся в магазин здесь очень дорогие продукты мы очень недалеко ну как далеко где-то минут 30 от города здесь село даже ну получается за селом сейчас пойдем мы возьмем лепешки лепешки вообще очень дорого 35 сом стоит вот сейчас берем наши денежки они у нас так быстро кончились сейчас мы в общем кое-как перевели с карты в общем очень долго пытались пытались сюда надо ехать с большим количеством денег Кыргызстан страна хорошая но очень много сюрпризов преподносит пойдем за лепешечками сегодня мы будем готовить что будем готовить какой ужин очень много мы брали с собой ой подержи-ка консерв сейчас вот будем открывать шпроты чем мы еще брали тушенку крольчатину баранину да то есть продуктов у нас очень много крупы много я все взяла сейчас посмотрим да нам главное нужны вот деньги на воду вода вообще здесь дорогущая мы в городе брали за 120 рублей 10 литровую да баклажку вот она уже это у нас мы уже набрали здесь воду все там у нас уже кончилось все запасы здесь водичка кстати ну вкусная хорошая а здесь продается вот такая вот баклажечка 5 или 6 литровая да 6 литровая она стоит столько сколько 10 литровая в общем цены вертолет вертолет что взяли мы на пробу укурузки так интересно в этих в казанах варят укурузка 100 сон это получается нашими 15 тысяч дорого у нас в Узбекистане можно взять 3 штуки на 15 тысяч так лепешка получается так 5 600 мы перевели лепешечка вот такая 5 600 ну в принципе лепешка нормально наша сдача вот так надо попробовать лучше а не вкусно почему в казанах нормально мне кажется даже наша остынка вкуснее это жестковато немного ну что неподалеку от нас в селе мы сейчас приехали об наличии деньги есть банкоматы и также есть магазинчик сейчас мы зайдем посмотрим что здесь можно купить да ух ты овощи есть как мы соскучились по овощам здравствуйте все есть все есть вот лепешечки тоже смотри а лепешки в какую цену 50 50 ну в принципе цена практически везде одинаковая вот нам молоко надо молоко мы с собой брали и оно у нас кончилось молоко 120 да вы ему говорите а пиво ну кому что кому пиво кому молоко молоко 80 значит молоко берем пиво не берем а вот вот смотрите какой агроматный вид все что хочешь есть помидорки здесь 85 сейчас мы попробуем выбрать конечно не очень но сейчас посмотрим а огурчики 75 смотрите огурчики вот они вот везде такие вот купырышку так урюк картошка а арбузы почем а 30 30 по 30 но у вас тоже килограммами да ага так здесь вот вафельки три способа 295 печеньки смотрите 270 тоже есть печеньки прям сахарные так мы хотим попробовать вафельки вот сейчас вот эти вот еще принесли а хорошо вот сейчас возьмем вафельки а то детки без сладкого они не этот не могут у них это тросочка на бери где-то полкило возьмем так ну смотрите все есть все есть даже кое-какие вещи есть если вдруг ты забыл или еще что-нибудь так молоко 80 стоит а кефирчик 90 сейчас 511 было плюс теперь молоко 160 вафель ваши да 300 112 112 и вот это пиво ваше тоже да да еще две лепешки все нет арбуз посчитали посчитал да я а питьевая вода 10 литровка есть у вас 5 литровка есть 5 только вот эти вот да какую цену 90 да что дороже или возьмем одну одну давайте возьмем смотрите даже лекарства есть да так и вышло у нас на 1333 вот что мы взяли сейчас сейчас хотим пополнить интернет так как мы взяли безлимитную карту на 500 и точка доступа у нас уже все лимит кончился сейчас мы хотим немножечко ага спасибо большое это сколько 10 тысяч мегабайт да марк или сколько проходите да 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 можно это сколько будет теперь у нас еще сколько на сколько хватит на месяц на месяц да да ага вы этот разночу вай фай подключите ага и со всеми можете ой все хорошо спасибо большое теперь можно дальше жить и у нас понедельник все заняты тут главный у нас повар сегодня почти главный режет сегодня будем готовить вермишелевый супчик так с тушеночкой сейчас вот лук мелко порезали картошечку такой легкий супчик сделаем так сынок притаранил водичку сейчас заливаем в бак посуду помыли посуду вот моем вот над вот этой вот чашечкой вот нашим таким вот душиком потом сливаем чтобы здесь грязь не наводить так детки наши пошли туда на пляж играться с нашими соседями вот с этой юрты так хорошо они подружились хоть есть с кем поиграть и нас не доставать да так потом супчик с готовим пойдем мы купаться еще надо нам печечку нашу почистить что еще какие сегодня планы сегодня мы пойдем на дискотеку надо привести себя в порядок подстричь да муженька головешки помыть в общем марафет навести так что у нас здесь еще осталось у нас здесь еще яйца так помидорки огурцы так это у нас говядина тушеная так здесь одна морковочка осталась чесночок тут у нас баранина так здесь горошек вот сейчас возьмем мы куриную тушеночку там у нас еще одна осталась там внизу у нас крыльчатина вроде бы если память не изменяет так консерв нам хватает что там еще давай посмотрим да да там консервы еще все закрываем яйца так сейчас опа столько жира половиночку тушенки вот вот один раз хватит нам как раз не будет открыть и хватает один раз покушать приправ взяла очень много всяких разных так здесь что у меня итальянские вроде бы да итальянские травы так для плова томаты с чесноком для шурпы приправ много еще я брала узбекскую рассыпную кулечки сейчас мы добавим и супчик будет очень вкусный приправки я добавила все теперь добавляем картошечку сейчас немного обжарится водичка минут 15 и супчик готов очень быстро можно газ добавлять немного посолим вон с собой взяли столько много книг но по дороге у нас не было совершенно времени ни сил ни желания что-то читать а сейчас сыночек принес воды и решил почитать свою книжечку начать хотя бы да? нет брали мы с собой два чайника один пока мы все пихали вот так вот оторвался да а этот ну маловато для нас сейчас вот муж хочет что-то здесь сделать мы брали как оно Ола вот эта вот холодная сварка да? не знаю китайская какая-то жидкая да что-то она вот ее нагреваешь припаиваешь она что-то не берет металл не тот ага а сейчас что ты хочешь сделать? я хочу его саморезом по металлу просверлить и зашрупить ага может получится да потому что сегодня надо большим чайником потом уже водичку греть чтобы голову мыть у нас нагреватель был но он лопнул пока мы были в Андижане там такой витрина поднялся он в общем задел об этот бак внутри и разбился очень жаль а так вот он у нас грел водичку и была прям совсем тепленько сейчас-то на солнце конечно она постоит она будет теплая но голову мыть желательно конечно чтобы она немного теплее была а так мы купаемся вот такой вот за весь день она нагревается на солнышке и спокойно вот сюда вот мы протягиваем вот так вот душик все и спокойно купаемся здесь мы поставили антас вот так вот все и спокойно пользуемся у нас машина была неподъемная да на тот случай если сломается чайник да ладно сейчас дурчит сделаешь кстати пиво очень вкусное каргызское вчера вот мы попробовали она немножечко как будто кислинка есть но прям чувствуется что там солод у нас допустим в Алмалыке стали много спирта добавлять и прям чувствуется что пьешь вроде пиво а спиртом отдает а здесь прям натуральный солод очень вкусное все сейчас водичка быстро закипит добавлю вот паутинку быстро сварится взяла я все продукты которые быстро готовятся чтобы было удобно удобно и быстро что не идет не лжавейка ничего не берет ничего себе сам чайник да а прихватка а вот эта слишком толстенькая а вот эта слишком толстенькая я ее не берет прочее ну может долго будет паутинка не надо ничего у тебя еще и молоток с собой у корицы все есть с топориком все пора добавлять паутинку все главное не переборщить чтобы тушкой не был наверное все хватит сейчас по моему арбузик покушаем и пойдем купаться арбузы здесь очень дорогие в два раза дороже чем у нас этот арбузик нам обошелся 37 тысяч сумм и 240 сом дорогущий золотой арбуз да все супец наш готов вчера мы пришли после купания ничего кушать не было готово поэтому сегодня мы решили сначала сготовить арбуз покушать пойти накупаться а потом уже готовы покушать потому что после воды все хотят кушать да 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 делайте это а вот суп готов сейчас убираем его ну вот и готов наш чайник а внутри там как с торчащим этим болтиком шурупчиком ну-ка главное не забыть и рукой туда не нырнуть мыть нормально о-о-о теперь конкретно двигается да вот классно молодец ну давайте посмотрим какой же каркесский арбуз он трещит вахты беленький ой запах то какой беленький ты грышь розовенький А у нас покраснее. Хорошенький. Ну, это толстокорый. Ничего, хороший. Главное, чтобы сладкий был. Главное, чтобы сладкий был. Главное, чтобы сладкий был. Главное, чтобы сладкий был. А меня закапывают. Такие ощущения приятные. Он такой тепленький-тепленький. Ну, этот не тяжело под ним. Классно. И вот этот у нас дракончик сидит, загорает. Тебе нравится? Да. Ну, хорошо. А тебе нравится? Он вообще сказал, что даже на 5 метров не подойдет. А сам уже на середину озера довольный ходил. Да? И купался. Да? Ты же сказал, что ты кучаешь? Ты же ехал, говорил. Да, в жизни моя нога не ступит в озеро Иссыкуля. Я ничего не говорил. А я уже покупался. Покупался. Вот еще тут морские эти, то есть песочные процедуры. Сегодня вообще озеро очень теплое. В миру солнышко, в миру теплый ветерок. Вчера было попрохладнее. Сегодня хорошо, да? Да. Сейчас пойдем обедать. Что обедать? Что обедать? Супчик вермишелевым изготовили, помнишь? Что, нет? Не хочешь? Захочешь? Нет. Сейчас еще раз тебя папа искупает и захочешь. Захочешь. Ты что там пьешь? Чай? Да. Молодец. Вот так мы выходим из положения. Моемся. Голову моем. Да, все свое ношу с собой. Все удобно. Компактно. Вот местные тусовщики на жигах. Собираются на дискотеку вечером. Уже готовятся. Мы в таком состоянии тачки. Тебе махают. Да. Вот наши соседи. Тоже к ним приехали. Иномарки, иномарки, иномарки. Вольсваген. Кто-то вообще без глушака ездит. Нет, туда здесь. Может быть там. Сейчас нам там. О, наши детки. Где ребенка взяла? Ясно. Ну что, приходится нам стричься вот так. Брали с собой зеркало. И только гляньте. Оно в дребезги разбито. Оно тут с подсветочкой. Как раз я брала краситься. Так вот подстригаться. Приходится вот так вот. Вот что теперь. Ну теперь прошло мое время. Семьи на коне. Сейчас вечерком. Решили мы прогуляться по пристани. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Погода просто супер. Вчера было прохладно в это время. Сегодня прям вообще, да? Свежий воздух. Да, свежий воздух. Там вдали у нас играет дискотека. Мы вчера ходили. Ставим обязательно вам кадры из дискотеки. Как без этого, да? Обязательно. Ну давай немного расскажем, как нам здесь отдыхается. Отлично, ребята. Лучшего отдыха и придумать невозможно. Вода чистая, свежий воздух. Постоянно погода меняется. То солнышко, то холодно. А так все здорово. Что еще скажешь? То ветер, то ураган, и то град, да? На дню может раз пять погода поменяться. Но те препятствия, которые мы проделали, да, чтобы добраться сюда, я думаю, стоит этого. Деткам очень нравится купаться. Да, водичка чистая, такая солененькая. Песок чистый. В общем, наша цель, вот что хотелось бы вам пояснить, что наша цель приехать сюда, на Иссыкуль, именно дикарями. Да, потому что мы приобрели палатку, все нужные для путешествий вещи, приспособления, да. Поэтому мы где вот нашли местечко, более-менее нас устраивающим, вот мы здесь остановились. У нас не было цели показывать города, туристические какие-то базы, отели, парки, да. Нет, наша цель была приехать вот с детками, остановиться на Иссыкуле, купаться, отдыхать, готовить, кушать. Для себя. Для себя. Ну, я немножко для вас. Да, да, немножко. Потому что мы знаем, что многие люди тоже любят путешествовать именно на машинах, именно своим ходом. Вот так вот, вот раз. Через таможен. Да, поэтому, да, нам пока вот мы решили попробовать вот такой отдых, посмотрим, может быть, в следующих годах, может быть, и в тур поедем, не знаю, посмотрим, в общем. Но что еще хочется сказать, конечно, очень тяжело с тремя детьми, очень тяжело, потому что у них возраста разные, они постоянно спорят, ругаются, что-то делят. Именно пустые. Да, а мы тут это, посерединке так. И, в общем, получается, такой отдых, это вперемешку с конфликтами. Но ничего, и это нужно все пережить. Преодолеть. Да, преодолеть, поэтому детей никуда не выкинуть, к сожалению. Как это к сожалению? К счастью, что не ей выкинуть. А то было бы скучно. Ну, как-то вот так вот. Конечно, нам очень нравится, воздух прям вообще свеженький, комары летают. Но эти комары не кусаются, да. Что хорошо, не кусаются. Поэтому сколько мы здесь пробудем? Может быть, еще недельку. Пока не надоест. Да, как надоест, соберемся и поедем обратно домой. Конечно, путь будет нелегкий, но возвращаться надо. Ну, а остальное вы увидите на нашем канале. Кто еще первый раз заглянул к нам, мы очень рады. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. Ну и следите за нашими путешествиями, а также про наш скиф, про нашу любимую тачку. Кстати, недавно написали в комментариях, как там ваша машина не рассыпалась. Все думают, что это старенький аппарат такой, не, как говорится, только для фотографий, да. Думают, все в фотошопе мы его. Нет, автомобиль настоящий, гораздо лучше, чем местные авто нашего Узбекистана. И сюда нас привез через такие горы, что даже местные тачки иногда умирают по дороге. Ну, да, мы когда ехали, знаете, вот так вот аж из окошек это вылазит и нам показывают вот так вот. Мы не можем понять, почему. А когда уже потом начали вот эти вот затяжные горы, Холмы, да, высокие-высокие спуски, это вообще было что-то. Да, это можно, знаете, назвать дорога страха, дорога... Экстрима. Да, в общем, очень этот, такая вот напряженная дорога, как для водителя, так и, наверное, для пассажиров. Везде написаны, поставлены знаки и прочие опасности. Крутые склоны, 12% склона, подъема, объездные повороты резкие какие-то. Не успеешь развернуться, но у тебя уже фура там огромная едет, глаза открываешь. Да, были узкие такие, да, дорожки прям. Повороты такие резкие входили. Ну, благо, что машина была нагружена до опасения, и сзади скиф еще, килограмм 300-400, да? Ну, если не больше. Да, и еще мы с собой повезли в воду, чтобы нам нигде не искать воды, мыться, мыть посуду и так далее. То есть тоже еще полтонны над головой было. Да, мы хотели набрать только 100 литров, а получилось так, что изначально сын набрал, потом опять шланг поставили, и, в общем, в итоге мы полную бочку 400 литров на себе. Представляете, мы 5 человек, сзади полный багажник, верхушка, скиф битком. И, в общем, пухтячим этим парам мы и забирались, и спускались. В общем, мы сюда приехали, и, конечно, мы не сразу были даже рады, потому что мы приехали сюда, да, настолько нас это впечатлила, эта дорога, да, что очень, конечно, страшно и опасно по такой дороге ездить. Ну, я считаю, мы молодцы, мы это сделали, мы это рискнули. И самое главное сейчас добраться до дома, в наш Алмалык. Как обычно, как приехали, так и поедем обратно. Да. Заводов здесь очень мало. В основном народ и живет бизнесом своим, да, большая часть частников. Здесь очень дешевая сотовая связь. Допустим, вот, обналичить деньги без процентов. Ну, мы так поняли, что действительно государство именно в пользу людей. Да, поэтому люди здесь процветают, хорошо живут. А государство немного бедненько. У нас, конечно, все наоборот. Ну, в каждом государстве свои плюсы и минусы, да. Поэтому, конечно, это очень хорошо, что государство заботится о своих людях, делает как можно меньше налоги. Допустим, вот нам рассказали, что в школах у них изучают русский и английский язык во всех школах, без разницы. Поэтому, кого бы мы не встретили, да, все чисто-чисто говорят на русском языке. Поэтому до сих пор много вот этих вот поселков, названия именно, вот, российские, да, российские названия. Мы когда проезжали, аж это такие в шоке, ничего себе. Ивановка, Петровка. Да, 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 Гавриловка. Да, поэтому по ценам, ну, кое-что молочка здесь дешевле. Вода, арбузы такой вот подороже. Пиво немного дороже. Что еще? Здесь на базар мы не попали, потому что мы как-то, знаете, да, так устали, вот, на одно место приткнулись, и все, больше никуда не хотим двигаться, да? Ну, остальное вы увидите уже в нашем ролике. Вот так вот проходит дискотека здесь. Вообще никого нету. Видит только начинается, да? А мы первые. Спасибо. 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 Плов не готовила. Плов не готовила. Ровно 30 минут и плов готов. Плов наш готов, но я не могу его перемешать. Сейчас большую чашку выложим и помешаем. Впервые мы готовим плов с тушенки, но получился вот такой вот рассыпчатый. Сделали салатик, сейчас будем кушать с лепешечкой местной. Вот такая большая чашка получилась плова. Все, сели мы обедать-ужинать, да? Вот так вот мы храним ложечки одноразовые, вилочки. Удобно на столе. Взял и выкинул. Всем, кто сейчас кушает, приятного аппетита. Не раскидываемся луком. Ну что, сегодня пятница. На Иссыкуле светит солнце. Погода сегодня прям хорошая-хорошая. Облачка вот прям сзади. Ну а я, как всегда, настирала. Дети потаскали воду. Сейчас вот будем выливать из машинки и отсюда. А наш папа, как всегда, монтирует. Все монтирует. Никак ему не отдыхается. Покажи, какой ролик ты монтируешь. Мы собирались. Это начало, когда мы собирались. Ямы объезжаем. Вот так вот. Красота. Даже купаться нам некогда. Все в делах, да? Что за отдых такой. То кушать готовь, то постирай, то за водой сходи. Ну, мы сейчас все равно пойдем купаться. Попытательно накупаемся. Возьмем с собой арбузик. Докупили немного продуктов. Молочку, картошку, морковку. Уже не стала вам снимать, потому что было поздно. Ну, в первый раз я поснимала немного в магазине. В тот же магазин мы поехали. Так, что мы еще купили? Сырок мы купили. Печенюшечки. Арбуз, немного фруктов. Яйца. Ну, как-то вот на неделю нам надо протянуть. Так, у нас еще консервы есть. Какая красота, смотрите. А здесь под зонтиком сидят. Ой, как назвать, даже не знаю. Те люди, которые собирают деньги вот за вот этот туалет. Сдают юрты по 2 500 сом за сутки. Также имеется топчан. Можно снять топчан. Тоже, если с утра до вечера, то 1000 сом. Если, допустим, после обеда до вечера 500 сом. Вот, в общем, как-то вот так. Вот в юрте все есть. Кроватки, холодильник, газовая плита. Все для удобства имеется. Так вот люди тоже стирают, кто надолго приехал. Ну что, прошла неделя. Пока мы на Иссыкуле пришло время нам помыть наш бак с водой. Там накопился мусор. Немного уже слизистая вода. Сейчас мы спустим и помоем его с содой. В магазине взяли здесь соду. И потом чистенькую зальем обратно. И зацепим ремнями. Вот так вот моем бак. Залили 10 литров воды. Наступили пол пачки соды. Хорошо, здесь отверстие большое, да? Можно рукой хорошенечко дотянуться, помыть. Ну вот, хорошо. Сейчас помоем и уже будем набирать свежую воду. Этой водой протерли стекла. Сейчас вот крышу. И уже будет хорошо, потому что этой водой мы моем посуду. И купаемся. Сейчас снимем небольшой обзор юрты. Это добротушные, гостеприимные соседи, которые рядышком с нами. Или мы рядышком с ними, да? Пойдем внутрь посуды. Какая красота! Вах! Внутри никогда я не была. Специальным материалом, да, отшиты у вас? Да. Мы сами делаем. Вот когда жарко, открывают верхнюю часть, да? Это все металлический каркас, да? Да. Ну вот смотри, сборный. Да? То есть можно быстро, да? Быстро собрать, быстро разобрать. Ничего себе. Какие молодцы. Это здесь только две кровати. Вообще во многих юртах вот так вот, да? По кругу, да? По кругу прям идут. Классно. Здесь вот посередине, смотрите, стол. У нас называется как тахта. Да? Тахта. Правильно, вроде? Пока я еще не забыла. Как по-узбекски. Здесь, смотрите, в каждой юрте имеется холодильник. Также газовая плита. Она у вас электрическая? Нет. Или на газон? С баллоном. А, с баллоном? Да. Как у нас, да, получается? Вот он стоит большой какой, видишь? Ага. А у нас маленькие баллончики. Ага. И вот такая вот интересная печка. Можно поближе глянуть? Это только вот это вот, да? Да. А, это просто полочка. И вот тоже одна конфорка, да, у вас? Смотрите, вот так она включает. Угу. 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 Так, при желании можно приготовить все, что хочешь, да? Угу. Если большая компания, то можно на улице, на казанах, на мангале приготовить уже на большую компанию, да? Да. Угу. В общем, очень красиво. Смотри, материал красивый. Угу. А что за материал? Ну, я точно не знаю. Вроде мама этот попала. Ну, такой дышащий. Ну, это ХБ вот это вот здесь вот. Смотри, здесь не жарко. Да. Здесь классно. А на полу у вас линолеум, да? Снизу пленки вот такие, банки. И сверху материал и класс. Ага. Три слоя, в общем. Ага. Ну, нормально. Так этот вообще хорошо, комфортно. Очень даже. И сколько квадратов получается? Длина 5,50 вышла, а ширина тоже, по-моему, 5 вышла. Угу. Здорово. И еще раз уточним, сколько у вас ушло на постройку этой юрты? 47 тысяч ушло. 47 тысяч сон, да? А готовые продаются по 80. О, почти в два раза дороже. Смотрите, ребята, сейчас на экран мы выведем номер телефона хозяина юрты. А в следующем году они уже будут строить еще здесь рядышком. Да, юрты? Все. И можете заранее, кто хочет, кто планирует приехать на Иссыкуль в более-менее недорогих условиях купаться, отдыхать, можете обращаться, звонить и заранее договариваться. Какого месяца? Сезон у нас начинается 10 июля и заканчивается в конце августа. Вот. Получается чуть-чуть больше, чем полтора месяца. Поэтому настраивайтесь, чем быстрее, тем лучше. Мы попали в сезон, да, в разгар. Угу. Классно. Интересно, да? В принципе, можно самим собрать. Ты здесь хочешь бизнес открыть? Нет. Нет? Жить. Жить. Здесь просто так жить не пойдет, надо свой бизнес иметь. Это точно. Прямо это застыл. Ну, очень красиво. Да, да. Я не знаю, как остальные, но здесь красиво. А снаружи, как будто фильтра ткань, да? Такая плотная-плотная. Да. Видимо, специально. И она не протекает, да? Не промокает. Сюда пропускает или наоборот не выпускает? Если даже она будет пропускать, там внутри есть еще пленка, которая не пропускает. Угу. Угу. Да-да, вот я там увидела. Ага. Молодцы вообще. Каждая дверь в юрту закрывается на замок, как с внутренней стороны, так и с наружней. У кого-то железные, у кого-то гипсокартоновые. Ну, кто не боится, так вот. Временно, да? Да, деревянненькие ставят. А кого бояться? Здесь все, все свои. Все свое. Да. Да. От комариков. Ну, комары, да, здесь большие, но они не кусачие. Зато мух много. Мух, да, жучков всяких, буш, которые пытаются залезть ночью. А вот снаружи вот такой вид, да? Интересно. Поближе покажи. Вот еще. Я забыла, как она этот, обшивают даже шторы. Как их называют? Бахромушки. Во-во. Вот бахромушки, смотрите. Для красоты. И вот тут получается несколько слоев. Еще между ними целлофан. Вот он шуршит там. Классно. Ну, вот и наш алаш. По ходу дела. Потерялся здесь, да? Пристроился так нежно. Всем добрый день. Сегодня у нас 29 июля. И, к сожалению, нам пора собираться домой. Приехали мы сюда 19 вечера. Вот тут детки наши никак не наиграются, да? Да? Все. Завтра домой. Сегодня очень много дел у нас. Надо набрать бочку. Для воды много, конечно, набирать не будем. Иначе мы не заедем. Подготовили баклажки. Так, что мне сейчас нужно сделать? Это поставить, отварить картофель на обед. Потом еще к вечеру надо будет поставить остатки, чтобы по дороге не скисло. Так, у меня началась аллергия. Вчера очень сильный был ураган. Прям с песком. Так, мужики наши скидывают все видео на ноутбук. Потому что все телефоны уже забиты. Потому что будем снимать обратную дорогу. Ну и еще что-нибудь, да? По мере собаки. Да, ну как тебе? Расскажи. Одиннадцать дней отдыха достаточно. Маловато будет. Маловато, да. Но мы торопимся. Потому что у нас путевки в Синегоре с друзьями на 3-4 число. Поэтому завтра во вторник мы выезжаем. И надеемся успеть, да? Конечно, не хочется уезжать. Но каждому делу и отдыху есть конец. И когда-то он придет. Либо сегодня, либо завтра, да? Также в планах у меня отварить побольше яиц. Это сейчас вот здесь еще в холодильнике. Так, в холодильнике кажется тут полная вот эта вот яичница. Да, полная. Сварим и все яйца. Потому что дорога будет очень длинная. И чтобы на завтрак у нас уже все было готово. Поэтому вот я тоже отварю картошечку. Чтобы вечерком быстренько разогреть и поджарить. Может быть даже сегодня пожарю, все в контейнер сложу. Дочь наша сейчас разбирает вещи. Какие грязные в одну сторону, что сложить. Так, продукты у нас еще остались. Потому что мы планировали на 3 недели. Здесь у меня остались приправы. А, нет. Здесь у нас каши. Бермишелька. Брала я очень много макаронных изделий. На всякий случай. Так, здесь я брала фунчозу. Хотела делать, но нет. Огурцы здесь, в общем, где мы остановились в поселке. Их практически не продают. То, что мы в город ездили. Там тоже не очень-то хорошие. Немножечко вот брали, чтобы покушать. И все. Так, вот еще пачка вермишели. Такие вот макарошки. Так, что еще? Рис я брала для рисовой каши. Но сегодня вот мы гречневую кашу кушали молочную. Так, здесь что? Здесь еще басмати остался. Так, еще чечевица осталась. Хотела супчик варить. Так, здесь вот приправы. Так, они рассыпались. Держи-ка, а то пакет порвался. Так, что еще там? Ну, все. Там пакеты и приправы уже остались. Ну, давайте посмотрим, что у нас еще осталось. Так, яйца я уже показывала полное. Здесь у нас две баночки горошка. Так, горчица. Здесь еще пачка масла. Ну, как раз вот нам на три дня то, что мы будем добираться. Так, молоко. Моркот болгарский. И на дне у нас еще кефир. Йогурт. Так, здесь у нас еще фасоль. Гаранина. Так, это что у нас еще? Вот смотрите, какая осталась куриная. Так, говядина вот здесь вот кусковая. И здесь еще куриная. Кусочек сыра. Это нам на завтрак как раз. Все. И осталась еще белая фасоль. Получается, ровно половина у нас ушло на 18 дней. Но сейчас нам еще дня три. Надеемся за три дня доехать. Ну, сколько? Может быть, баллончика два уйдет. Может быть, меньше. Ну, в общем, вот такой вот расход. Нам написали, что выгодно большой баллончик. Как он называется? Ну, для рыбалки кто-то покупал. Нам написали комментарий, что его выгоднее. Но его, опять-таки, надо же где-то заправлять. А если поблизости нет заправки, то вот это вот самый оптимальный вариант. То есть, всегда с собой. А этот большой газовый баллон, его нужно заправлять. Сейчас приехали наши соседи из города. Дали всем деткам по денежке, да? Да. Ты спасибо сказал, дядя? Сказал. Вот они пошли сами в магазин и какую-то тут ерунду купили. Так. Супер стик с кислой пудрой. Ой. Что, вкусно что ли? Да. Да? Ты первый раз такое кушаешь? Да? Ты сам пошел в магазин купил? Да. Да. Молодец. С таким умным лицом. Так, на пол, не кидай, пожалуйста. Давай, поднимай бумажку. То, что мы на земле не означает, надо сорить. Поднимай бумажку, Максимус. Вот, молодец. На стол положи пока. Вот. Дай я посмотрю, что это такое. Так. А4-6, Россия. Соломка с кислой пудрой. Так, сахар, регулятор кислотности. Арбуз клубника. Так, до трех лет нельзя. И очень много красителей. Ну, не знаю. Мы такой не покупаем. Будешь пробовать? Да. Ну, давай. Как жаль, что сегодня последнее наше купание в этом озере. Сегодня он без круга. Да? Да. И прыгать будешь. Классно, да? Да. Ну, давайте, купайтесь. Собой возьмем, да? По баклашечке. Водички, песочка. Ракушек. Да. Как соскучимся в тазик. Нальем, полежим. Да. Что-то вы глубоко идете. Сегодня солнышко. Прям действительно лазурный, лазурный. Такой вид. Аж блестит все. Сегодня теплое-теплое озеро. Солнышко так нагрелось. Ведя не хочет купить. Накупался? Да. Понравилось? Да, даже накупался. Хорошо. Пошли в приступ? Нет, просто посмотрели. Здесь снова. Ну, есть. Здесь снова. Головный Амин